Меня зовут Ирина Лукина, и я приглашаю вас приостановить время, чтобы услышать голоса такой непростой минувшей эпохи. Сквозь время. Из фондов нашего радио. Всем добрый вечер. Этот цикл передач я решила начать с рассказа о 1944. Тогда, много лет назад, Псковская земля была освобождена от фашистов. В архиве нашего радио сохранилась запись 70-х годов прошлого века, подробно рассказывающая об этом событии. Но самое главное, в ней звучат голоса тех, кто это время пережил. Их непосредственные воспоминания, ставшие сегодня бесценной историей. Как я уже сказала, то, что вы сейчас услышите, было записано на нашем радио более 40 лет тому назад. И мы вместе со звукорежиссером Татьяной Потоцкой сохранили голоса дикторов, которые будут сегодня звучать. Причем звучать с таким характерным пафосом того времени. День освобождения приближался к Пскову. Сюда стягивались силы 376-й и 128-й стрелковых дивизий сибиряков и других соединений 3-го Прибалтийского фронта. Гитлеровцы злобствовали. Зная временность своего пребывания они взрывали дома и памятники древнерусского зодчества, минировали и жгли горд. Даже были созданы специальные команды факельщиков. День и ночь стояла над Псковом и округой багряно-черное зарево пожаров. Первая полоса заграждений была преодолена советскими войсками в ночь на 22 июля. Предполагалось вначале нанести врагу удары с флангов, а вспомогательную роль отвезти 374-му стрелковому полку 128-й дивизии. Но случилось так, что полк нанес не вспомогательный, а решающий удар. Первым штурмовал город и форсировал реку Великую. Командовал полком майор Константин Андрей Шестак. Мы готовили себе к тому, чтобы форсировать реку на подручных средствах. Мы не рассчитывали, что противник нам оставит лодки. Значит, десантная рота была обеспечена, ну, пробными поясами, костюмами плавательными. Было-то десятка надувных лодок. Точно скажу, было 9 малых надувных лодок. Это на 5-6 бойцов, значит, с их вооружением. И было 3 лодки больших, которые могли 45-метровые пушки с расчетом перевезти и с тремя минометами. Вот таким десантная стрелковая рота Ивана Головко, старшего лейтенанта, тоже героического человека, большого спортсмена. Его пятая стрелковая рота была подобрана по существу из таких людей, которые могли бы в случае необходимости без этих табельных средств, без поясов переплыть эту широкую и глубокую реку, с оружием переплыть и вести даже бой. Мы ее бой не вводили, она была в нашем резерве. Как только вышли на реку Великую, то это стрелковая рота, усиленная пулеметным, минометным взводом, усиленная противотанковая артиллерия 45-мм. Вот она устремилась с участка форсирования. Это вот спуск улицы Урицкого, правый фланг, и левый это Покровская башня. На Покровской башне был мой командный пункт. Тогда никакой Покровской башни не было. Были развалины. Форсировала эта рота сход. Мы в основном без больших потерь вот сумели эту десантную усиленную роту переправить. На то, что с боем захватили этот Мирожский монастырь, а он был усеян минвинами. И Мирожский монастырь к 11 часам, час потребовался на то, чтобы вот эта рота захватила его и удерживала. Мы окаймили этот десант огнем, не дали возможности подойти противнику. 10 часов этот десант удерживал плацдарм. Почему 10 часов? Иногда говорят, почему так главные силы долго не переправлялись? Не было никаких табельных средств. Мы вынуждены были делать 50 плотов. В расчете на отделение, на расчет разильной минометной. И сами. Где мы брали материал? Дверные коробки, двери оставшиеся, телеграфные столбы, проволока. Все тащил полк. А делали мы это на улице Карла Липнета. Прикрывались тут оставшимися зданиями, этой вот стеной. Более-менее в спокойной обстановке, хотя минометами он все время обстреливал. Афтердейским огнем пули свистали. Тут они делали эти плоты. Значит, на это потребовалось достаточное время. И к 21 часу эти плоты были готовы. По единой команде орудия были выставлены на прямую наводку, маскировка потом снята. И мы обрушили артиллерийский огонь. И вот пока был артиллерийский огонь, пехота спускала эти плоты и переправлялась через реку Великую. Вот на этот плацдарм, расширила его этот плацдарм. И все командование тоже на этих плотах мы переправились на ту сторону. Там привели в порядок войсковые части, отбили в контратаке сопротивления противника. Предстоял еще большой бой. Нужно было очистить полностью западную часть Пскова, завилище, от остатков противника. Эта задача была решена в 3 часа ночи 23-го. 23-го июля над древним русским городом был поднят красный флаг. Комендантом города был назначен Андрей Степанович Гусько. 23-го прозвучало по радио сообщение Совинфобюро. Приказ Верховного Главнокомандующего войска 3-го Прибалтийского фронта Сегодня, 23-го июля, штурмом овладели городом и крупным железнодорожным узлом Псков, мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к южным районам Эстонии. В боях за владением Псковом отличились войска генерал-лейтенанта Сверидова, генерал-лейтенанта Романовского, генерал-майора Фетисова, генерал-майора Полякова, генерал-майора Лукьянова, генерал-майора Заянчковского, полковника Шолева, полковника Бесперстова, подполковника Глушкова, майора Шостака. Артиллеристы. Генерал-майора артиллерии Евдокимова, полковника Леонова, подполковника Розова, подполковника Силина, подполковника Кожухова, подполковника Олейника, майора Андреева, майора Телишева. Танкисты. Генерал-майора танковых войск Колосова, полковника Ивановича, подполковника Лукьянова. Летчики. Генерал-лейтенанта авиации Журавлева, полковника Додонова, полковника Полушко, подполковника Кулиша, майора Яковлева. Саперы. Полковника Блохина, подполковника Англичанова, майора Мороза. Связисты. Генерал-майора войск связи Синельникова, полковника Царегородцева, полковника Генделя, майора Кособокова. Воззнаменование одержанной победы. Соединение и части наиболее отличившиеся в боях за владение Псковом представить к присвоению наименования Псковских и к награждению орденами. Сегодня, 23 июля в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Прибалтийского фронта, овладевшим городом Псков, 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Пскова. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам! Уже зеленели поднятые сахой и лопатой клочки земли в Дедовичском, Лакнянском, Порховском районах. Уже работали первые добровольческие бригады строителей в Великих Луках и стали приходить в дно первые поезда. А Псков еще казался неживым. В первую неделю в городе было зарегистрировано всего 143 человека, взрослых и детей. Тот, кто возвращался в город, был подавлен увиденным. Вспоминает Александр Иванович Никольской. Видите, в Пскове жил и работал с 1933 года. Причем я учитель. Город я знал хорошо. Хорошо я знал город, буквально знал даже район. Когда я приехал в Псков после войны, я не узнал. Я ходил как по хладбищу. Я не узнал, я не узнал город. Тут если в центре что-то было, на окраине, все было разрушено. Да и центр полностью был разрушен. Я вот трудно было узнать. Такое жалкое зрелище было. Во всем случае, когда я шел по Запску и по тем районам, где я работал, я шел прямо, где ни на так иду, понимаете, да, там же никаких улиц не было. Там же все сожжено, уничтожено. Да, вот такое. Разминировать надо было. Да нет, очистить все это надо было. Где там все сразу, хоть частично. Разминировать надо было. Кое-какой небольшой, может быть, даже ремонт, чтобы люди как-то могли там существовать. Да, там уже не воряем, чтобы было бы тепло, хоть не было бы этих сквозняков, не было бы ветра. Население быстро здесь. Возвращали, сука. Так что восстанавливали, видимо, в первую очередь, часть жилья, школы. Освещения не было. Все уже было разрушено, все уничтожено. На это требовались и средства, и времени. 23 августа 1944 года были образованы Псковская и Великолугская области. Это сыграло большую роль в проведении восстановительных работ. Наркомобороны выделил Пскову три строительных армейских батальона, 50 инженеров и техников-строителей, 65 грузовых и 15 легковых автомобилей. На работу в Псковскую область приехало 300 ленинградцев. В Великие Луки прибыло 400 инженерно-технических работников, квалифицированных рабочих и строителей. Были отпущены денежные средства, материалы и автотранспорт. Но еще шла война. И, конечно, главные силы и средства надо было изыскивать на местах. Прежде всего, разминирование. Везде шаг сделать было небезопасно. Из состава Асавиахимовцев обучали 70 минеров. Они обезвредили больше 11 тысяч мин. 5 августа уже можно было пройти по Пролетарскому бульвару, к улицам Крестовское и Рижское шоссе. Еще рвались на вокзале оставленные фашистами мины, но и там уже шли восстановительные работы. Радости. Установили пилораму. Ту самую, которую механик Борис Павлович Паль в июле 41-го года разобрал на части и зарыл в землю. Праздник. Пришел первый эшелон со строительными материалами. Его 5 августа привел машинист Акулов. Поистине знаменательный день. Отремонтировано хлебопекание. И завтра будет первый хлеб. А накануне на площади жертв революции состоялся общегородской митинг. На нем псковичи поклялись возродить свой город, сделать еще лучше, чем он был до войны. Рабочие, служащие, взрослые дяди трудились каждый день, не отличая будин от выходных. Очищали город от мусора и завалов, подбирая каждый кирпич, доски, каждый гвоздь. Шли добрые вести с фронтов. А в освобожденном городе новость за новостью. Установлен временный радиоузел. Открылись первые магазины. Начались занятия в средней школе номер 9. Вышел первый номер псковской правды. Пришел в город энергопоезд. Еще землянки. Еще руины кругом. Но город жив. Вот так время не властно над словом память. И уже в следующий раз, 11 мая, мы с вами отправимся в 1945-й. А сегодня я, автор этого проекта, Ирина Лукина, с вами прощаюсь. До новой встречи, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова